Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Душка. Я журналист. Сегодня у меня в гостях Андрей Сидельников, лидер движения «Говорите громче» и российский политик, за которым охотится Путин. Да, Андрей? Ну, в общем-то, да, за всеми нами охотится Путин. Добрый день. Молчание Путина. Что за признак передела власти? И Путин замыливает глаза. Об этом во всем мы поговорим сразу после короткого интервью от наших зрителей. Приблить вопросы. Напоминаю, что три вопроса от украинцев, три вопроса от россиян. Начнем с россиян. И вот такой первый вопрос от россиян. Если Украина получит F-16, мы тогда имеем право применить ядерное оружие? Нет, не имеют. А почему? Это же эскалация конфликта, как им объясняют по русскому телевидению. Если Россия применит ядерное оружие, то начнется просто последняя мировая война, и Россия уж точно будет стерта с лица земли. Поэтому ни в интересах ни России, ни в интересах никакой любой другой страны применять ядерное оружие. Насколько спятил Путин по шкале от 1 до 10? Очень хороший вопрос. 10. 10 совершенно, даже уже 11, 15, 20 полностью свихнулся. Пока Путин жив, войну можно закончить миром или невозможно? Невозможно. Почему? Потому что на мировую Путин не пойдет ни при каких обстоятельствах, потому что мир для него это захват и стирание с лица земли целой Украины и геноцид украинской нации. Все остальное это у него проигрыш. Так что он пойти уже не может ни на какие вещи, и те заявления, которые делаются от лица российской власти, что якобы они открыты переговором, это все уловки для того, чтобы выждать время, ввести дезориентацию в мировое сообщество и для себя получить разные преференции, в том числе как раз и подготовку новых моделизованных. Теперь три вопроса от украинца. Почему слоган «Чтобы не было войны, в России удалось изменить, нам можем повторить»? Наверное, от того, что безнаказанность и действительно понасаждалась в последние годы какое-то непонятное откуда взятое преимущество русских. Ну, такого не было никогда, да, но вот потихонечку, год за годом в сознание вбили. Кремле еще кто-то верит в Путина? Вот в самом Кремле? Верит, верит, потому что, в общем-то, также живут долгие годы в Зазеркалье, и поэтому совершенно реальная картинка мира не отражена у них в мозгах. Так что, да, вера есть. Это были вопросы от наших зрителей. Теперь давайте перейдем к темам, которые я озвучил в начале интервью. И вот первая такая. Что же это было? Бегство или какая-то другая штука, которую вы сейчас мне поведаете? Вот когда Пригожин шел на Москву, самолеты Путина, правительство, вот эти чартеры олигархов, не все, но огромная часть решила улететь. Народ как это расценивает? Как вынужденную меру, потому что все-таки накаляются страсти? Или народ это оценивает как бегство? Нет, во-первых, там и доверия к власть имущим. Присутствует и ненависть, и злость, безусловно, на представителей путинской элиты. Поэтому, да, я думаю, что большинство расценивает как бегство. В Кремле вообще нет никого, кто может сказать слово поперек, я не говорю превселюдно, а вот там сказать в какой-то там приватном разговоре? Ни одного человека, ни одного такого нету, потому что, в общем-то, за столько лет прекрасно понимают положение. Ну, во-первых, Путин не любит в обычное даже время, когда ему говорят не то, что он считает. Да, то есть вот все, кто приносит негативные новости, они в фаворе не ходят очень долго. Поэтому все уже привыкли, знают, как угодить хозяину, как его нужно облизать, где нужно сочинить, где нужно приписать, где нужно смонтировать какие-то якобы доказательства. Поэтому слова правды от этих людей нет ни внутри двора, ни вовне его. Вот когда происходит такая ситуация, то получается, что напряжение нарастает за спиной диктатора. Можно от этих разборок в Кремле чего-то ждать? Ну, в настоящий момент ждать, конечно, не стоит, но, в принципе, я думаю, что прогнозирую, где-то осенью начнутся притасовки этой элиты. Я, кстати, не исключаю, что пойдет все-таки Шойгу осенью. Вот нужно же будет на кого-то все-таки вешать провалы, которые допускала российская власть последние годы. Так что такого человека нужно будет подыскать, найти. И Шойгу, мне кажется, очень хорошо, в общем-то, вписывается в эту роль. Ну, посмотрим, опять-таки, здесь тоже, ведь есть же группы влияния, которые находятся в радиусе Кремля. Они же не молча сидят и выжидают. Они тоже действуют, они тоже, в общем-то, друг с другом воюют. Поэтому ситуация может поменяться. Кланг один победит, другой. Ну, в общем-то, здесь тоже ничего удивительного нет. В принципе, чем больше друг друга они поубивают, тем быстрее, в общем-то, закончится эта война и пойдет фашистский режим Путина. Да, мы только за. Вот это молчание, которое сейчас происходит для людей, конечно, показывает, что Путин там куда-то ездит, с какими-то там девочками встречаются, маленькими, которые всегда мечтали дядю Володю увидеть там, ну, цирк. Вот, а вот молчание, которое происходит во всем остальном, это и означает, что идет передел власти? Ну, он, во-первых, передел власти проходил он таким дворцовым способом достаточно неоткрыто. То есть, здесь можно сказать, что это все-таки не было таких каких-то войн публичных. Хотя все вылезало, в общем-то, наружу, понятное дело. Но все эти разборки мафиозные между собой, они все-таки идут под ковром. Поэтому и делят экономический, финансовый пирог, они тоже под ковром. Потом мы узнаем те или иные какие-то результаты. Но, опять-таки, мы долгое время говорим о том, что российские представители власти и элиты, и олигархи ведут, вот все это время, с момента полномасштабного вторжения, ведут сепаратные переговоры с представителем Запада. Вот недавно выросла информация буквально на днях о том, что Лавров ведет такие переговоры. А мы об этом говорим уже давно. То есть, в общем-то, наружу вылезает очень мало, и доказательств, конечно, этого нет. Но и доказательства, по большому счету, не нужны. Вспомните начало войны, 14-й год, когда в Крыму появились зеленые человечки. Ведь мы все прекрасно знали, что это российские солдаты. Нас год российские власти, официально, и Путин в первую очередь, кормили о том, что никакого отношения зеленые человечки не имеют. Пожалуйста, вот факт. Факт с пригоженным финансированием. Целый год до этого государство говорило, что ЧВК не имеет отношения к государству, что ничего не платится, что это частная военная компания. Сегодня уже Путин сам рассказал, что платится столько, но только денег из бюджета, из секретных частей бюджета. Поэтому, опять-таки, все вот это происходит, как вот есть айсберг, да, вот верхушка, которая всем видна. А вот под водой находятся колоссальные там километры этого льда. Здесь тоже самое. Идут разборки внутри, и многое действительно не выходит наружу. И, в принципе, так устроена российская власть. Буданов сказал, что во время мятежа Пригожина его поддержали, ну, или событий с Пригожиным, его поддержали 17 из 46 регионов, а Путина 21. Идут какие-то переговоры между вот этими вот регионами, главами этих регионов. Может ли все повториться, но уже реально и серьезно? Нет, повториться все может, безусловно, опять-таки. Ну, что, вот повторение вот этого цирка? Нет, реально и серьезно. Реально и серьезно. А реально, тогда это не повторится. Тогда это будет, в общем-то, новый какой-то этап. Конечно, это будет. Конечно, это все к этому идет. Вообще, Путин ведет страну к развалу и гражданской войне. Помимо войны, которую он реализовал в Украине, все предпосылки уже существуют. Потому что, как бы, в какой-то момент это начнется. То есть, мы не можем сейчас предсказать, действительно, ни дату, ни время, ни месяц, ни год. Но в историческом плане, безусловно, все это уже запрограммировано. И все шаги, которые сделала российская власть за последние 20 лет, они все ведут именно к итогу, к развалу России и гражданской войне. Все это будет. Здесь уже, опять-таки, нет никаких сомнений лично у меня. Более того, сейчас уже об этом говорят даже с пропагандистского телевизора, в общем-то. Можно услышать подобные вещи. Поэтому то, что раньше, допустим, многие вертели пальцем у виска на подобные высказывания, допустим, пять лет назад, действительно казалось, что это, в общем-то, ну как-то совсем невозможно. То сегодня это действительно стало уже видеться многим. И понимание этого тоже есть у достаточного количества людей. Так что все к этому идет. Просто надо как-то это все ускорить, естественно. И главное сейчас то, что происходит на полях сражения в Украине. Чем успешнее будет украинская армия, тем быстрее вот эта цикличность истории с этой огромной неуправляемой страной, неуправляемым народом, она закончится. Путин осенью захочет сделать какое-то количество замен. Он хочет поставить более лояльных людей к себе. Такие еще есть? Ну, во-первых, борьба за разные места идет. Каждое кресло в верхушке власти стоит больших денег. И люди готовы платить даже сегодня эти деньги. Потому что они быстро отбиваются. Потому что своровать на должности губернатора намного проще, чем на должностях ниже. Поэтому борьба за эти кресла идет постоянно. Никакого нету, в общем-то, ну, почти всех можно поменять. Ну, кроме там, допустим, Кадырова, может быть, еще ряда других губернаторов. В силу разных обстоятельств. В Кадыровом случае с Кадыровым это своя тоже частная армия. Там этот вот тульский, по-моему, губернатор Демин, да, вот охранник Путина. То есть, в общем-то, смысла менять его нету. Хотя его можно опять-таки в правительство поставить. И на это место там уже там по лояльности линейки поставить следующего персонажа. То есть, в принципе, тасовать еще есть что. И готовы прислуживать, выслуживаться тоже очень-очень многие. Все-таки это большой кусок пирога из должности. Это ведь мы сейчас говорим действительно о том, что в основном, ну, не в основном, а просто все люди сейчас, которые занимают государственные посты, они о государстве не думают на сегодняшний день вообще. О людях они не думают. Они заботятся только о том, чтобы набить свои собственные карманы и обезопасить свое будущее для своей семьи. Ну, не у всех это получится, даже уже при Путине. А уж потом, когда пойдет режим, они все ответят по законам военного времени, а не военные преступники. Поэтому делайте выводы сами, что с ними будет. Сколько есть времени у Путина для того, чтобы успеть вот поменять сейчас лояльность? Еще на более лояльность, чтобы он не упустил момент, когда его поднимут на штыки. Ну, я думаю, что на штыки его сейчас опять-таки не поднимут. Образно говоря, да, это я так. Да, но я думаю, что это последний вообще этап лояльной замены у него. И исторический, и физический, и всем остальном. То есть это не так, в общем-то, много времени. Я думаю, что до зимы вот эта смена, там, шива-намыва, она, скорее всего, может произойти. И это, наверное, последнее глобальное будет изменение в устройстве российской власти. В тех регионах, куда Путин поставит еще более лояльных товарищей для себя, да, там начнутся максимальные движения по бизнесу, да, ну, давить бизнес, качать с бизнеса деньги, максимальное воровство в государственных организациях и, конечно же, максимальная мобилизация народа, да, для того, чтобы угодить Путину. Правильно я понимаю? Ну, это опять зависит от региона. Ну, я как-то не очень вижу, например, допустим, из Москвы или Санкт-Петербурга, чтобы в таком количестве забирали в армию людей. А там поменяют? Подождите, а вот очень интересно. Ну, Собянин пока, нет, пока Собянин достаточно устойчив и показывает лояльность, я не думаю, что Собянин будет, во всяком случае, кресло сегодня под ним не шатается. А тех, кто проштрафился, вот так сказать, вот тех, кого поменять? Ну, опять-таки, а кто проштрафился, например, можно взять Белгородскую, да, область, как бы, вот проштрафились, когда сбежали, Воронежская, которая была у Пригожина, да, Ну, слушайте, дело в том, что в зависимости от того, кто будет в какой момент, какая группировка будет иметь преимущество, все-таки сдержки, противовесы, они существуют, поэтому, может быть, не в такой степени, как это было при Борисе Ельцине, но, во всяком случае, к какому лагерю кто перебежит, весь такое все, знаете, как вовремя предательство, не предательство. Поэтому они достаточно живучие, вот эти вот гниды, которые заполонили, вот этот мафиозный спрут, который всю власть заполонил, они действительно достаточно живучие. Поэтому, все-таки, я вот на будущее рассматриваю не суды, о которых, в общем-то, большинство считает, что так надо. Да, действительно, по праву, по законам это необходимо. Но у нас не будет времени для того, чтобы по 10 лет добиваться и доказывать, что они виновны. Они уже виновны, каждый, кто находится на этой должности, он виновен. Поэтому по законам военного времени нужно будет с ними расквитаться, они получат возмездие. Именно по законам военного времени, а не по законам демократической страны. Они пусть даже не надеются о том, что вот те законы, которые они считают, что они рабочие, будут по ним, значит, их судить. Нет, такого не будет. Да, отдельно живет власть, вот для власти отдельные законы. Давайте теперь поговорим о людях. Вот Путин замыливает глаза. Так это лично я вижу, когда вот он частые выступления пытается отвлечь людей от того шока, который они попали из-за похода на Москву, да? Это все для этого делается. Ну какой шок у людей? Смотрите, люди с интересом выходили, приветствовали Пригожина и Вагнеровцев. Ну какой у них шока не было. Тогда для чего Путин делает эти частые выступления, вот эти вот поездки, опять же, этот цирк с девочкой, которая потом еще и приехала к Путину, чтобы обнять этого еще мускулистого старичка? Делается это для того, чтобы вот этот миф, или уже не миф, который перестал быть мифом, то, что он сидит в бункере, да, власть пытается показать для внутренней аудитории, что все, что говорится про Путина, это неправда. И чем больше, в общем-то, они пытаются показать, значит, противоположность общего этого мнения, тем хуже у них выходит. Ну действительно, слушайте, ну мы же все видели, кого там запустили в этот Дербента. Ну какой это Путин? Ну простите, здесь даже уже у, там, не знаю, большого фаната Владимира Владимировича не должно было остаться никаких сомнений, что это какая-то кукла бегает там, обнимается, лижется с людьми. Ну действительно, что ж мы, и не нужно же думать, что все идиоты. Это как сравнить любого человека со мной, у кого есть борода, да? Все, похож, борода, борода. Ну что-то из этой серии, да. А россияне? Да, там какие-то эти, если их разыскивают, то есть полиция, фотороботы, да, они все надурятся, действительно. Россияне привыкли, что их президент, это вот такая вот сильная рука, которая вот решает любой вопрос. Если там бояре не решают, можно позвонить президенту и решить, ну или написать президенту. А вот тут уже несколько дней никакого, ну, никаких наказаний, никаких решений, которые вроде как должны произойти осенью, да? Не по-русски как-то, не по-путински. Не говорят об этом они на кухнях? Ну, опять-таки, я 16 лет живу в Великобритании, да, последний год живу в Украине. Я, конечно же, общаюсь со своими там приятелями, знакомыми, которые остаются пока в России, но все-таки я общаюсь с теми людьми, которые все прекрасно понимают, да, и подобные разговоры им не нужно вести на кухне, они и без этих разговоров все адекватно оценивают. А что же касается там среднестатистического, как бы, наверное, досьярина, ну, вот недавно у меня был, например, тоже случай, приехали к моим друзьям в Лондоне их родственники из России, которые совершенно политически не подкованы, скажем так, да, и которые, в общем-то, риторику свою ведут телевизионную, то, что телевизор говорит, вот они как бы повторяют, просто буквально повторяют вот эти все там тезисы, которые в методичке были обозначены для как раз внутренней аудитории российской. Поэтому, в общем-то, люди не понимают, люди, Путин где-то далеко, Москва где-то далеко, у них свои собственные проблемы, они достаточно плохо живут, и, в общем-то, там, кто сколько украл, но они эту информацию даже не получают, поэтому, как бы, разговоров таких, скорее всего, нет. Ну, я могу просто сделать просто такой вывод. Ну, а та часть, которая, в общем-то, достаточно образована, она тоже уже сидит с таким задурманенным взглядом, и даже люди с образованием, и не с одним высшими, в общем-то, повторяют вот эту риторику пропаганды. Ну, действительно, тратятся огромные миллиарды на эту пропаганду, и это самая работающая отрасль в Российской Федерации. Все остальные отрасли, ну, просто несравнимые с пропагандистской вот этой машиной, Поэтому здесь, конечно, надо дать должное, что пропаганда действительно ей удалось, там, ну, за, конечно, и достаточно долгий срок, ну, допустим, за последние 10 лет точно уже перековать, так сказать, сознание обычных российских граждан. Ну, вот, поэтому, конечно же, при, там, каком-то революционном времени, безусловно, необходимо будет, вроде бы, эту кнопку просто выключать, да, то есть даже не заменять ее чем-то альтернативным, потому что это тоже, знаете, не спасет, а просто вот надо отключить. Я давно уже говорю, что необходимо все коммуникационные устройства на территории Российской Федерации, западные, отключить. Вот просто взять и отключить. Компания Apple берет и выключает свои устройства. Это делается одной, одним нажатием кнопки. Сначала, когда после, когда началось полномасштабное вторжение, вот эту идею я вынес на публичную плоскость, начали мне доказывать, что это невозможно, потом, через сколько-то месяцев, как бы, признали, что действительно это возможно. Любая компания, которая делает вот такую электронику, да, имеет возможность произвести выключение. Поэтому так запрограммировано в устройствах изначально во всех. Поэтому этого не происходит, а это сделать бы неплохо. Вот я смотрел пару нарезок опроса в Москве, в Петербурге и еще в каких-то больших городах. Ну, возможно, эта нарезка так специально сделана. Но у меня вот сложилось впечатление, что россияне хотят, чтобы война закончилась не потому, что это война и это плохо, да, что убивают людей. А потому что, чтобы, ну вот, их не загребли в армию, чтобы жить как-то стало, чтобы цены упали, чтобы опять можно было купить нормальную тачку. Вот как вы считаете? Какое мнение? Я считаю, что именно так это и есть. Понятно, что подавляющее большинство граждан России молчуны, да, то есть 80% граждан сегодня, они не высказываются ни за, ни против. Просто боятся, молчат. Вот, причем это, надо сказать, я вот даже вижу не то, что там по своему окружению, а те люди, которые уже давно живут на Западе, они вот эти полтора года, просто они закрыли свои, ну, не закрыли, они просто ни одной записи не делают в социальных сетях. Они боятся высказаться даже те, которые живут уже за границей. Ну, там родственники, понятно, у нас у всех родственники в России, в общем-то, но вот эта подавляющая масса, она молчит. Поэтому, да, я считаю, что они, конечно, не потому, что они против войны, а потому, что эта война как бы мешается им. Хотя, в общем-то, не в каждый еще российский дом пришла эта война, и не каждого там знакомого, да, забрали, реализовали. Ну, вот, но в то же время понимание тоже есть, они уже каждый день ходят в магазины, они же видят, что цены-то растут, они, цены-то, понятное дело, что растут из-за позиции власти. Видите, это не только связано с войной, просто на войну сейчас идут все вообще там избережения, казна пуста, необходима. Вот сейчас девальвировали рубль специально, получили почти 10%, теперь на 10% больше будет у военных спецзаказа для клепания оружия и бомб, которые летят на мирные города Украины. То есть, это вот в одночасье за одну неделю получили 10%, минимум 10% дополнительных денег. Дополнительные, это миллиарды, на самом деле, если брать всю страну, это просто миллиарды, которые вольются сейчас в военную промышленность. Хорошо, при этом, что россияне хотели бы окончания войны. Украина хочет, чтобы Россия поиграла, а россияне хотят проиграть младшему брату? Или вот они хотят, чтобы закончилось... Они хотят, чтобы это как-то рассосалось, вот само рассосалось, да, понимание того, что, то есть, они могут проиграть, у них нет. Ну, во-первых, так и государственная машина устроена, пропагандистская, естественно, вот, а потом они как бы на несколько ходов вперед никогда не считают. Почему-то все совершенно убеждены, что репарации они платить не будут. Ну, я вот считаю, что репарации просто на поколение вперед. Путин в карман залез российским гражданам, которые сегодня живут, и которые еще родятся несколько поколений. Вот он лично им залез, всем нам залез, и мы все будем обязаны платить эти репарации. Только обычный гражданин почему-то считает, что он этого делать не будет. Ну, вот, как бы, вот такое. Проиграть они не могут, не хотят. Ну, как это Россия может проиграть? В сознании россиянина, как бы, нет. Мы же такие великие. Им же десятилетиями вдавливлю в голову, что они самые великие, больше всего оружия, больше всего бомб, и типа мы самые крутые. Ну, здесь просто уже хирургическим путем, опять-таки, нужно. Или кассетными бомбами, которые вроде как передадут Украине. Ну, или кассетными бомбами. Но, опять-таки, кассетные бомбы российская армия использует. Я не очень понимаю разговоры, почему эта украинская армия не может использовать это вооружение. А может, мы ничего не подписывали. Подождите, может, мы ничего не подписывали. Ну, вот, все. И я так понимаю, что президент США Байден дал поручение и согласился передать Украине кассетные бомбы. Совершенно верно. Как бы, Украина не подписывала и имеет право это делать. А Россия не имеет права делать. А Россия много чего не имеет права делать, однако делает. Российское ПВО может сбивать украинские ракеты. И эти обломки будут падать на дома россиян. Кого будут винить россияне? Кого? Кого? Украинцев, конечно. НАТО и американцев, как обычно. Неужели вы думаете, что они будут винить Путина? Нет. Нет. Уже вот эти дроны там небольшие же прилетали, залетали. Уже сразу такие шок уже. А то, что как бы Украина в ежедневном режиме, города находятся под бомбами, это никого не волнует. А мы это знать не хотим. Вот так рассуждают россияне. Поэтому вот стереть лесной земли тоже необходимо парочку городов. И Кремль уж точно нужно как бы полностью разбомбить. Чтобы не повадно было, на самом деле. Чтобы никогда больше, да? Чтобы никогда больше не подумалось, что можем снова. Или можно повторить. Вот чтобы это вышибить, можно только хирургическим путем. Разбомбив, к чертовой матери, Кремль. Рублевку, и куда вот хотел якобы идти Пригожин. И все остальные дома вот этой зажравшейся элитой, которые являются военными преступниками. Всех вот этих артистов, которые поддерживают геноцид Украины и захват украинских земель. Каждую вот эту тварь, которая является пособником. Вот их нужно уничтожить. Я вот, например, сейчас уже выступаю против вот этих всех дальнейших каких-то судов. Только по законам военного времени. А уж списки мы действительно составляем. И каждый получит возмездие. Опять-таки здесь я как раз тоже не сомневаюсь. Да, это будет долгий процесс. Да, потом еще нужно будет бегать по всему миру, отлавливать в переулках этих мразей. Но мы это сделаем. Если, предположим, какая-то в штуке ракета прилетит в Кремль, не подымет ли это настроение россиян, что наших бьют, давай-ка все мобилизироваться? Или все, ой, Кремль, ну и хорошо, что Кремль. Я думаю, что второе более вероятно, потому что как бы те, кто хотел уже подвинуться на мобилизацию, они уже в полиэтиленовых мешках вернулись или же удобряют украинскую землю. Все вот эти вот ура-патриоты, кто хотел сам идти, значит, воевать, они уже утилизированы. Поэтому, ну, вряд ли. Нет, конечно, идиотов всего достаточно, но все-таки я думаю, что будут с любопытством наблюдать жители регионов на горящий Кремль. Вот реально с любопытством. И, к сожалению, вряд ли у них будет глаза. Москвичей ненавидит вся страна. Это было в Советском Союзе, это было и в Новой России, это и в фашистской России Путина. Поэтому здесь как раз ничего не меняется. Так что горящий Кремль будет открывать шампанское, советское шампанское, в связи с тем, что как бы другого ничего нет. Вот это всякое, значит, все эти напиточки будут прекрасно по разным кухням поднимать бокалы и радоваться. Ну, а то, что, в общем-то, им будет все равно, кто это направил. Сами же там россияне или партизаны, или украинская армия, или даже НАТО, если это сделает, то, соответственно, бокалы будут подниматься и будут, в общем-то, действительно радоваться. Так что здесь у меня нет никаких иллюзий по этому поводу. Я считаю, что именно так и будет. И я думаю, что мы, может быть, даже в скором времени сможем что-нибудь такое наблюдать. Было бы, конечно, любопытно, чтобы это все, в общем-то, стало явью. Перейдем ко второму блицу от наших зрителей. Напоминаю, что здесь нужно продолжить фразу, которую предлагает зритель. И вот первая фраза такая. Путин не желает знать правду о потерях, потому что... Да потому что не желает. Потому что он считает, что он не может потери нести. Следующая фраза. Первым Путина предаст... Хороший вопрос. Да не знаю. Если честно, нет ответа у меня. Такой ответ подойдет. Подойдет, да. Они все его предадут. Они все его предадут. Вот кто будет первым? Кто будет Брут? И ты, Брут. Ну, я думаю, Сечин. Пусть будет Сечин. Мы немножко забыли об этом имени. Мне кажется, как бы нужно вспоминать его уже. Путин не пойдет на выборы при условии... Никаких условий он пойдет на выборы. Война между Россией и Казахстаном будет, если... Если Путин победит Украину. То есть не будет. Да. Китай ведет войска на территорию Российской Федерации при условии, что... Когда пойдет развал страны и гражданская война. И что оттяпают? Что? И что оттяпают? Ну, я думаю, что Дальний Восток в достаточно таком находится ситуации, когда почти уже регион Китая. Причем с красными флагами наперевес с российскими и с желанием помочь России. Пусть Китай спасает Россию. Мы не против. Андрей, большое вам спасибо за сегодняшнее интервью. Очень интересная аналитика. Ждем осень. Спасибо. Давайте действительно подождем. Продолжение следует...